Утренние звездочки! Вы увидите, сколько же у нас сегодня в студии невероятных совершенно детей. Мы со всеми обязательно поздороваемся, познакомимся. Дети, которые поют, которые снимают клипы, которые на сцене прямо, наверное, с самого-самого-самого рождения. И родители их тоже здесь. Это и Вероника, и Маша, и Наташа Дмитриевы. Это Софи и Макс Беловы. И Катя Дмитриева тоже с нами. Ну, а Софи и Макс сами представят, кто их сегодня сюда привез. Все-таки путь был не короткий. Ну, и Аурели Стейсон, конечно, рядом со мной, здесь, как всегда, в студии, в рубрике «Звездочки на вкусняшке» удивит еще вкуснотой. Я так понимаю, что вкуснота на этот раз будет сезонная, и опять это будет что-то такое эксклюзивное от Аурели, а так как ей 12 лет, каждый, кому 12 лет, может это приготовить. 13 уже. Ой, извините, пожалуйста, так как ей 13 лет, каждый, кому 13 лет, может это приготовить. Доброе утро, Аурель. Доброе утро. А что мы сегодня будем готовить? У меня сегодня, конечно, сезонный рецепт – тыквенный пай. Тыквенный пай? Да. Только скажи по времени. Сколько утром можно затратить времени, чтобы приготовить тыквенный пай на завтрак? В принципе, можно его сделать не так задолго, но он должен остыть. То есть горячим тыквенный пай на завтрак не дают? Утром можно, или вечером можно сделать, и утром уже его кушать можно. Эх ты, ладно, субботний вечерний пай делаем, чтобы воскресный утренний пай в остывшем виде был к завтраку семье. Вот такой у нас будет сегодня секрет 13-летней Аурели. А поможет ей в этом президент Нью-Йоркского клуба «Маленьких поварят» Ирина Стессин. Она будет вдохновлять, как мама, ее через окно студии. Ну и за всем этим вы можете, собственно говоря, наблюдать, потому что мы тут все. Вот честное слово, все-все-все. Пожалуйста, вот включайтесь. Также сегодня мы будем с вами играть. У нас есть квиз от Китрид. И каждый, кто из вас, уважаемые радиослушатели, захочет быстрее, чем наши гости в студии, ответить на вопросы, которые мы тут с Китридом будем задавать, пожалуйста, присылайте СМС-сообщение 347-460-0877. Записывайте, запоминайте, если за рулем. Не отвлекайтесь, если за рулем, просто запоминайте. 347-460-0877. Мы будем задавать в эфире вопросы. И, конечно, будем ждать, пришлете вы какие ответы. А потом с ребятами будем обсуждать их мнения по поводу ваших ответов или их предположения на эти вопросы. Китрид.ру – это новости для всей семьи. Пятничный кит. Туда надо заглянуть, тоже много-много узнать. Ну, сейчас со всеми поздороваемся и уйдем на волшебную утреннюю музыку, чтобы настроение было хорошее. Вероника, Маша и Наташа. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Какие прекрасные голоса девчоночи. Ну, и теперь еще София и Макс тоже сейчас. Доброе утро. Промурлычь нам? Доброе утро. Ага. Так, сейчас мы давай попробуем вот так. Доброе утро промурлыкать. Еще разочек. Вот теперь получится. Доброе утро. Вот. Доброе утро. Это был Макс. Доброе утро. И София Белова. Доброе утро. Все. Ура. Мы со всеми поздоровались. И продолжаем волшебное утро от утренних звездочек на Роисе и радио. Ну, подключайтесь к нам. Правда, интересно будет. Во всяком случае, утро с детьми – это всегда по-настоящему волшебство. А уж субботнее утро с детьми, да еще и на Роисе и радио, да еще и в утренних звездочках. Ух! И вот сегодня гостей мы с Аурелькой принимаем, потому что Аурелька-то у нас тут резидент, она же у нас в звездочкиных вкусняшках всегда гостей принимает, и неделю назад у нее подруга в гостях была. Ну, а мы сегодня вот наших прекрасных музыкальных гостей принимаем, но и не только музыкальных, потому что все они даже с утра умеют разгадывать очень интересные загадки и искать ответы на очень интересные вопросы. Вероника, Маша и Наташа Дмитриевы. А кто старше, кто младше, девчонки? Давайте мы микрофоны к ним побольше поднимем. Я старше. Я, отлично. А я с Наташей близнецы. Здорово, а вы помладше, значит? Да, мы на два года. А кто из вас старше? Я. Хорошо, теперь можно имена. Я Вероника, я Наташа, я Маша. Хорошо, Вероника и Наташа абсолютно одинаковые голоса. Да, Маша, да, постарше, видно, слышно. Ну и видно тоже, да, Ройса и Датэфэм, не забудьте, пожалуйста. И вы что же, прям вот как с рождения поете, и у вас получается трио или дуэт, или вы соль на каждый. И где вы поете? Мы поем в разных местах. Мы много поем на слете в синем троллейбусе. А, так вы с синего троллейбуса? Да. А я знаю, что там есть детская сцена, еще есть сцена, которая называется «Метры и миллиметры». Это вот вы оттуда тоже? Да. Это просто очень интересно, что мы сейчас вас, уважаемые звездочки, в нашей программе «Утренние звездочки» встречаем. И сколько вы там уже раз пели? Вот сколько вам лет? Нам одиннадцать. Вот одиннадцать раз вы уже там пели на сцене, да? Ну, не одиннадцать, но долго очень. Ну, лет с трех? Наверное, не знаю. А Маша сколько на сцене? Метры и миллиметры? Мне тринадцать. Тебе тринадцать? Ну, ты тринадцать раз на сцене была. Ну, если учесть, что слет два раза в год, да, то это получается двадцать шесть. Ой, как здорово просто. Девчонки, можно маме еще пару слов сказать? Да. Можно, да. Мама у нас Катя Дмитриева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Катюш. Как давно в «Осеннем троллейбусе» и неужели это твоя заслуга, детская сцена там? Ну, частично моя заслуга. Я начала проект «Метры и миллиметры» на «Осеннем троллейбусе». Это очень интересный проект, когда совместные выступления готовят наши начинающие талантливые дети и уже состоявшиеся не менее талантливые профессиональные музыканты. Катя Дмитриева, ты знаешь, у меня ощущение складывается всегда, что если человек поет, если в детстве пел и во взрослом возрасте, когда у него уже дети, понятно, что все направлено на детей, то по понятным причинам это все перерождается в какие-то проекты, в которых могут участвовать дети. Ты сама пела? Почему ты, сцена, почему ты придумала «Метры и миллиметры» и начала вести это? Ты поешь? Нет, ну я пела, когда я была маленькая, пела в хорах. Пела тоже на сцене в пионерских лагерях. Профессионально я никогда этим не занималась. Но мне нравится работать с детьми, мне нравится придумывать какие-то проекты. И, собственно говоря, я, наверное, реализовала себя на «Сеннем троллейбусе», потому что мне показался удивительно интересный вот этот вот проект, когда... Дело в том, что вот этот проект «Метры и миллиметры» — это же очень большая работа, и это возможность объединить творчество, время, культуру в одно, да? Потому что наши дети растут с одним языком, с одной культурой. Как правило, наши профессиональные музыканты, которые выступают на «Сеннем троллейбусе», это люди, выросшие в другие времена, с другой культурой, с другим вкусом музыкальным. И вот эта совместная работа, она помогает нам расти творчески, открывать новые какие-то горизонты в музыке, в поэзии. То есть я считаю, что это очень замечательно, что наши профессиональные музыканты могут передавать свои какие-то знания, чему-то учить детей. «Метры и миллиметры» — это же потрясающе. Ну и преемственность поколений, конечно, да? Когда выходит настоящий Сергей Никитин или Григорий Гладков, по-настоящему поёт свою пластилиновую ворону, и дети вместе с ним также это поют. То есть язык оригинала, драйв этот, и, в общем, все смыслы передаются сразу же, не понаслышке, это не надо объяснять. Это же просто вот сразу то самое настоящее. Ребята, у нас словосочетание «Синий троллейбус» прозвучало сегодня уже раз 25. Но вот вы представляете удивление людей, которые не слышали этого словосочетания, не слышали этой песни, не знают этих смыслов. Кто-нибудь из вас может сказать, почему этот слёт называется «Синий троллейбус»? Слёт, о котором мы говорим, слёт, на котором много сцен, слёт, на который собираются семьи вместе с детьми, и мама подсказывает активно. Ну расскажите же, что это такое. Кто-нибудь знает, почему «Синий троллейбус»? Почему вообще троллейбус? Что такое троллейбус? Вы видели в Нью-Йорке троллейбус? Или вы рождённые в Нью-Джерси? О, рождённые в Нью-Джерси! Видели ли вы когда-нибудь троллейбус? Я думаю, что дети дорастут ещё до этой песни. «Окучаевый синий троллейбус». Там папа в дверях стоит, он точно сейчас бы всё рассказал, потому что видно просто. Кать, рассказывай, «Окучаевый синий троллейбус», кто назвал, как давно этот слёт? Ну, этот слёт, он существует более, наверное, 12 лет. Мы, к сожалению, присоединились позже к нему. Ну да, Маша-то родилась 13 лет назад, так смогли, так и присоединились. Ну, насколько я знаю, да, история создания этого слёта, что как раз слёт был назван в честь известной песни «Синий троллейбус». Была так вот жрала. Какие прекрасные творческие моменты, и что дети на сцене, и что слёт такой, что и родителям хорошо, и детям хорошо. Мы обязательно поговорим с Софией Максом Беловым и с их родителями, потому что они тоже с троллейбусы. А сейчас давайте, наверное, цирк, куда уехал цирк, посмотрим. А мы посмотрим творчество, семейное творчество. Кто принимает участие в этом клипе, почему был выбор этой песни, и как интересно и здорово показать это всем. Ну, так, ну, песня была выбрана вот почему. Потому что во время сначала пандемии... Зря мы маму сюда пустили. Для детей дело не доходит. Дети, можете рассказать? Да, ну я расскажу, потому что, опять же, я один из генераторов идеи. Да ты из генералов метры, знаете ли, а миллиметры рядом сидят. Ну-ну-ну. «Синий троллейбус» сделал больше 250 программ за время пандемии. 250 программ. Да, в Zoom программ, чтобы поддержать как-то вот людей, оказавшихся в изоляции. И, соответственно, она из наших программ, любимейших метры и миллиметры, в которые принимал участие Владимир Левин. И дети подготовили один из его ярчайших, наверное, творений, песни «Куда уехал цирк». Вот так она и родилась. Ага, то есть это ещё и в непростительном общении, он тоже метром был, а миллиметры... Он тоже был нашим метром, да, он тоже выступал с нами в программе. Фантастика просто. Ребята, как же это здорово. А вы, как вам песня понравилась? Вы её первый раз слышали именно вот тогда, когда клип начали снимать, мама предложила, и вы почувствовали что-то? Или как-то по-другому история-то была? А, нет, я думаю, мы эту песню уже слышали несколько раз. Вероника и Наташа тут говорят. И потом нам мама рассказала, нам было очень весело снимать клип. У нас, по-моему, даже собака была в этом клипе. А какая у вас собака? У нас собака Коли. Коли, а как зовут? Честер. Коли Честер. Ну, конечно, я помню, это просто незабываемая собака. Вы даже на слёт тоже с ней приезжайте. Ага, значит, мы сейчас там в этом клипе ещё и Коли увидим. А Маша? Маша, ты снималась там? Да, снималась. Снималась. А у тебя там какие-то твои творческие идеи тоже воплотились? Или всё это от метра, от мамы, а вы только актёры там были? Ну, мы все как участвовали. Ага. Было очень весело. А сколько вы его снимали? Два дня, три дня, один день, два часа? Неделю? Ну, мы готовили песню, мы её тренировали, и потом мы снимали только. Репетировали? Да. А потом снимали. А кто монтировал всё это? Это всё прям так серьёзно? Ага, ура! Этот клип снимался всеми артистами отдельно, по скрипту, и потом всё это было... Это Папа Белов. Да, и я монтировал ночами после работы, после укладывания детей спать, где-то, может, неделю ночами не спя, делал варианты, эффекты, проверка была, суперпроверка была перед эфиром. Ага, ничего себе! И это прямо вот творчество настоящее семейное. Хорошо, теперь ещё больше хочется посмотреть этот клип. Давайте-ка, Вероника, Маша, Наташа, Дмитриева, София, Макс, Беловы и их родители. И всё это сошлось вот в том самом клипе «Цирк». Мы вспомним и взрослые, и дети. Сейчас смотрите. Куда уехал цирк, он был ещё вчера, и ветер не успел. Совсем сам Патя пишет. Ну, больше не горят его прожектора, Под куколом аркет его не слышит. Ну, больше не горят его прожектора, Под куколом аркет его не слышит. Куда ушли слоны, в какие города? Погонщики ведут учёного верблюда. Куда уехал цирк, уехал он туда, Где кто-то сказку ждёт и берет в чудо. Куда уехал цирк, уехал цирк. Своих усталых смей туда погиб несёт, Своих усталых гурицей туда уносит ветер. Туда под Новый год уходит старый год, Туда на карусели едут дети. Туда под Новый год уходит старый год Туда на карусели едут дети Сам музыка гремит сегодня, как вчера И вновь со мной стал И зрители все те же Кружится карусель, горят прошит дар И чудеса вершатся на Манеже Кружится карусель, горят прошит дар И чудеса вершатся на Манеже Куда уехал цирк, куда уехал цирк Продолжение следует... Укрепить звёздочки! Звёздочкин гость! Ребята, вот это да! Мы прям всех наших гостей сразу видели на экране. Но я, честно говоря, помню эту песню в исполнении Валерия Леонтьева. Помните такого артиста? Потрясающе совершенно... Ну, наверное, это наше детство, да? Вот мы с вашими мамами и папами были совсем маленькими. Оригинал вы тоже все слышали? Или у вас право первого исполнения этой песни от композитора, и вы не знали, кто её ещё пел? Или мама напела? Мы первые слышали песню оригинальную. Оригинальную всё-таки слышали. Хорошо. Ну да, конечно. Да, и Пугачёва тоже. Вот это да, ну не то чтобы тоже, это же да. Вот уж метр. Да. Ребят, ну сейчас мы отвлечёмся на минутку, так как обещали, квиз от Китрит. Задам вопрос, номер для смс-сообщений 347-460-0877. Это наши утренние звёздочки. Сейчас мы узнаем, насколько вы ещё и знаете и умеете интуитивно отвечать на вопросы. Давайте, наверное, вот. Учёные думают, первый вопрос, у нас всего будет четыре, если успеем. Тот, кто ответит правильно, получает мешок конфет. Мы, наша команда, соревнуются с командой радиослушателей. Радиослушатели присылают ответы на 347-460-0877. Если ответ неправильный, не совпадает с тем, что на самом деле есть, то, собственно говоря, мешок конфет остаётся нам. Да. Нет, это не Санта, нет, это не Мороз, мешочек маленький, но нам хватит. Итак, учёные думают, что Луна это, вариант один, мини-планета, вариант два, заблудившийся астероид, вариант три, выплеснувшаяся магма Земли, и есть ещё один вариант, отколовшаяся гора. Повторяю, я знаю. Тихо, подождите, вы не даёте шанса радиослушателям. 347-460-0877. Подождите, как они хотят конфет? 347-460-0877. Итак, учёные думают... Стой! Не говори. Подожди, сейчас вот ещё поговорим немножко с вами, и потом будет ответ. Итак, первая мини-планета, вторая заблудившийся астероид, третья выплеснувшаяся магма Земли, и четвёртая отколовшаяся гора. Представляете, гора откололась и пошла во Вселенную путешествовать. Ну, тихо, подождите, пока не говорим, у нас есть время ещё поговорить с Софией Максом Беловыми, и сразу же после того, как мы послушаем ещё одну вашу песенку, мы уже как раз и ответы и сообщим, да? Пока вопрос не повторяю. София и Макс, очень рады мы вас здесь видеть. Мы тоже рады тут быть. А вы первый раз на радио? Да. И как? Как ощущения? Даже никакого, по-моему, стеснения нет. Мне такое ощущение, что ты здесь был всегда, например, Макс. Ну, просто я очень много был на сцене, и просто я привык. А ты очень много был на сцене. Мы же сейчас с тобой говорим только о сцене «Синий троллейбус», или ты на каких-то других сценах был? Потому что ты так интонируешь, когда поёшь. Извините, я как тётенька, да, так это подмечиваю. Невозможно это не заметить. Очень ярко хочется тебя слушать и слушать. Расскажи мне про свои... Нам, извини, нам. Ну, я был на сцене «Синий троллейбус», и ещё я поступал на других сценах, как моя учительница, моя учительница музыки, да. Я там играл на пианино и пел. Была другая сцена. А ты занимаешься в музыкальной школе, или к тебе учительница приходит домой, или это просто твоя тётя, которая тебя учит, родная и любимая, учит тебя против пиано? Ну, раньше я ходила к тёте, прямо просто к ней в дом. Я даже помню тот день, когда я был ещё в садике. Меня просто мама забрала и прямо туда. Мой первый день, да. А теперь, примерно где-то две недели назад, просто мы уже поняли, что просто это немного далеко к ней ехать, а на Ферлоне 30 минут нашего дома примерно. Ой-ой-ой. А ещё, что как бы я уже переставила её. Значит, я её не переставила, я имею в виду, что она учит. Понимаю, нет-нет, ты что, ты просто повыше ростом стала, поэтому уже можно переключаться на арфу, там можно повыше. Да, и я переехал, я не переехал, я просто, я пошёл к другому учителю. Это немного легче, пять минут отсюда. Это он композитор. О, и как его зовут? Ну, видимо, это очень хороший учитель. Григорий, Григорий Смирнов. Мама и папа очень активно подсказывают. Спасибо большое. А я вроде не слова, я просто знала первое. Причём дуэтом и абсолютно прям вот попадая даже в какой-то интервал. Явно тоже оба имеют отношение к творчеству. Макс, а если мама тебя привела в музыкальную школу или к педагогу за ручку, она сама играет на каком-то инструменте? Нет. Нет, нет, нет. Ну, хорошо. А папа? Играет на каком-то инструменте, Макс? Ну, он раньше играл на пианино, тоже как я, а теперь он перешёл на гитару. Ага. Ну, мне кажется, что если уже с клавишами знаком, то ни в коем случае никогда уже не забыть это. Я вообще-то пишу музыку. О, Макс Белов, запомним это имя. Ты пишешь музыку. Как здорово, мы сегодня ещё по скайпу встретимся с одним композитором, Никитой Демидовым. У вас есть о чём поговорить. Так. И вообще очень смешно, что папа тоже писал музыку. Ну, это вообще не смешно. И он написал... Ну, что смешное, что он написал на одном кейборде. Это мой первый кейборд, за который я сел. И моя первая музыка называется On the Road. Я её там написал. М-м-м. Именно на том же самом кейборде. Ты знаешь, мне единственное, что сейчас нестерпимо жаль, почему мы не можем это показать. Ну... То есть прям вот в следующий раз, когда ты к нам придёшь, пожалуйста, возьми с собой эту музыку, и мы обязательно её тоже так же покажем. Папа активно кивает головой. И я так понимаю, что он продолжает гены папины. Это точно, знаете, для человека, который как бы занимается музыкой, это мечта, чтобы твои дети занимались музыкой как бы по твоим шагам, как говорится по-английски. Да, и это, конечно, спасибо, что так получилось, знаете, без старания. Так что гены работают. Как здорово. Мне кажется, что это не только, наверное, человек, который занимается кино, тоже будет счастлив, если дети продолжают заниматься кино, да? Или кино же тоже ты занимаешься? Да, да, я тоже, кино это был мой первый интерес, мне в 10 лет мой папа купил мне кинокамеру, когда ещё жили в России, да, я с 10 лет стал снимать кино. Это, кстати, очень интересно продолжать то творчество, которое ты начал с 10 лет со своими детьми, которые так же активно занимаются, это так же, как мы их вдохновляем, они нас вдохновляют с такой же силой. Ребята, так интересно с вами, это семья Беловых, Софи, Макс, вот сейчас Софи скажет, как маму и папу зовут? Софи, доброе утро. Доброе утро. Ура. Ты знаешь, очень хотелось услышать твой голос, маму и папу как зовут? Марина и Алик. Марина и Алик. Спасибо большое, что не забыла, нам просто действительно очень-очень приятно. Мы сейчас будем смотреть клип, который называется «Секрет», он тоже снят всеми вами, тоже в тот период, когда все были закрыты в домах, и мне кажется, что это тоже Алик, папа, монтировал, да, и имеет к этому отношение. Да? Ну давайте тогда немножко послушаем, а потом, помните, учёные думают, что Луна – это первая мини-планета, вторая – заблудившийся астероид, третья – выплеснувшаяся магма Земли, и четвёртая – отколовшаяся гора. Кто правильно ответит на этот вопрос, получит мешок конфет. 347-460-0877. У вас есть пара минут, потому что и Дмитриевы, и Беловы могут вас, уважаемые радиослушатели, победить. И вдруг находят они волшебную подзорную трубу. Смотрят они волшебную, каждый видит своё. Я вижу большой кошачий секрет. Все кошки, секреты и секреты Куда-то обожали лошадей Бежали с ними за компанию когда-то В киношку на мультфильме для детей Все кошки, секреты и секреты Куда-то, куда-то обожали лошадей Из-за капота их не цапли, не цапли Когда-то не ходили знаний, как на мошей Я очень-очень черный мак Ну-ка-то, шнук, шапок и собак Я продаю большой-большой-большой секрет Все мое кошки, звери нет Я вижу большой-большой-большой секрет Собака бывает кусачей Только от жизни, от жизни собачей Собака бывает кусачей Собака бывает кусачей Никто не хватает зубами за пятку Никто не седает гражданку лошадку И с ней гражданинка так Когда у собаки есть будка и миска А шейнгу луна и желудки сосиска И каждому ясно, что эта собака Не круглая сирота Собака бывает кусачей Только от жизни собачей Только от жизни, от жизни собачей Собака бывает кусачей Ребят, ну мы вот сейчас немножечко так прервали Наш клип, потому как всех увидели там Всех тех, кто сейчас находится в студии Это и Вероника Маша, и Наташа Дмитриева Это София и Макс Беловы И это их родители Потрясающе совершенно, потому что это семейное творчество И то, что мы с вами в прошлый раз в оригинале Наверное, пару недель назад Да, мы в оригинале Никитинах слушали И в то же время То, что вы сделали, это совершенно невероятно Спасибо А можно вопрос вот Софии Беловой задать еще? София, а вот ты Эту песенку слышала Тебе Макс показал? Или мама с папой показали? Или Веронику Маши и Наташа? Мне мама с папой показали Мама с папой показали? Ну, тебе сразу понравилась она? Вот как у тебя было ощущение? Это про волшебство какое-то? Или это про друзей, про людей? Или это про то, как утро начнешь Так все это и весь день продолжится? Вот ты как думаешь про... Я думаю, это очень дружеская песня Дружеская? Да, мне тоже так кажется Вообще-то мы ее слушали с детства Ну да, с самого Да Очень хорошо понимаю Так, прежде чем мы проверим СМС-сообщение Мы сейчас этот вопрос зададим еще одному человеку У нас в гостях Продолжает быть Никита Демитов Устреби, звездочки! Звездочкин гость! Никита, привет! Слышно нас? Здравствуйте! Здравствуйте! Вот вам композитор Никита Демитов Бизнесмен У него три бизнес-проекта Он композитор, у которого есть свой сайт Своя страничка на Фейсбуке И он даже пишет музыку, если его попросить Потому что считает, что это очень интересно И учится в музыкальной школе тоже Никита, у нас тут сначала квиз возник Мы думали, что мы четыре вопроса закинем радиослушателям И поборемся за четыре мешка конфет Оказалось, что мы боремся только за один Потому что времени уже не будет ни на что Вот смотри Ученые думают, что Луна – это мини-планета Заблудившийся астероид Выплеснувшаяся магма Земли Или отколовшаяся гора Ты как думаешь? Ура! Ты пока думай Это значит, что у нас есть о чем подумать Все значит, что у нас хорошо А мы пока расскажем, что у нас Да, подожди, пока не говори Если бы ты сейчас такой блиц ответил То вот и Наташа, и Вероника бы очень огортились Потому что они уже блицом хотели ответить это Хорошо Неделю назад мы с тобой не договорили Как ты ездил в путешествие в Сочи с мамой Сейчас мы у ребят спросим Ребят, вы знаете такой город Сочи? Нет Нет Так, а Макс и Софи тоже не знают Город Сочи На Черном море Черное море знаете? Я знаю А ты там была? Нет, я не была Не была, просто знаешь Вот у нас Никита съездил в путешествие Поэтому очень интересно От него впечатление узнать сейчас Родители, а вы помните такой город Сочи? Кто-то был? Катюша? Алик, да? Все Отлично Все Ну тогда Никита, давай рассказывай Это вот продолжение Того рассказа Как ты туда попал На вручение маме Ну в общем, давай по порядку В общем, сейчас вкратце расскажу Что я уже успела рассказать Мама выиграла в конкурсе Который проводил Союз журналистов России На лучшее журналистское произведение И мы решили полететь туда все вместе Ну я и мама И мы полетели Я побывал в кабине пилота самолета Airbus И самолета Boeing И еще Я там Там очень интересно было В отеле И вот я остановился Закончила Когда начали маму вручать Там было очень интересно И это даже Я начали подумать Что мы не туда пришли Потому что там было так много музыки Я даже подумала Что это какой-нибудь там Союз композиторов России Или музыкантов Потому что там были и диджей И барабанщики как на параде И много-много всего И даже Мэр Сочи там выступал С которым мы потом тоже После награждения пообщались И было очень-очень много всего интересного Мамы вручили Других победительниц И победителей вручили Им награду А именно Именно статуэтку И Статуэтку и Грамоту И в общем Потом На следующий день В тот же день В тот же день Мама пошла на банкир Праздновать это А я С нашей подругой Как я уже говорил Пошел гулять И мы покатались на яхте Мама потом пришла к нам И поели пиццу А потом На следующий день Мы поехали в Сочи парк И В Сочи парк И когда мы выехали Ну даже когда мы проснулись Уже была очень страшная Жуткая гроза над морем Но это очень красиво Но достаточно жутко Потому что смотреть Как молнии Как они громко ударяют И Как они красиво сверкают И ударяют в воду Это Незгладимые впечатления И вообще Мы в эту грозу Поехали на аттракционы И Едем И значит едем Нам попался Очень добродушный таксист Про таксиста Я чуть позже расскажу Пока про Сочи парк Давай про Сочи парк Таксиста потом Да Сочи парк Значит мы приехали Да Нас Ну вот мы проводили Ну таксист Ехал по своим делам И К нам набежали Всякие вот эти вот Которые Оказалось Аттракционно Не работают И к нам набежали Всякие эти Короче Люди Которые катают Которые катают Они в таких Непромокаемых Непромокаемых Таких Трехместных Вагончиках Они катают Которые велосипедные И они набежали На нас И говорят Вы не хотите Вы не хотите Проехаться По олимпийским местам Мы посмотрим С вами То-то 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 А Аттракционно Сейчас не работает А мы с вами Говорим Нет Мы приехали Сейчас Именно На аттракционах Покататься И мы пока Пойдем покушаем Может быть Дождь Российцы Мы пошли Полакомились Птицей А потом А я в это время Посмотрел прогноз Погоды И оказалось Что ровно Через час Закончится Этот дождь И вот На наших глазах Когда мы уже Заканчивали И выходили Из кафе Ровно На наших глазах Прояснилось Небо И мы потом Пошли В кассу Нам там сказали Какие сейчас Аттракционные Работают А потом Пошли на стойку Во всем мире Уже были Ребят Правда Мы были в них Очень много раз Ага Так здорово Особенно на 4 июля Представляете Мы находимся Сейчас с Никитой По другую сторону океана По обе стороны Соединяем И вы говорите Об одних и тех же Интереснейших Аттракционах Как здорово Слушаете одну и ту же музыку Пишите ее Да еще и на одних и тех же Аттракционах Катаетесь Так приятно Есть какие-то вопросы К Никите? Нет Вероника Вот мне кажется Прям Просится какой-то вопрос У тебя Можно спрашивать? Нет Нет? Хорошо Никитка Спасибо тебе большое Что поделился ощущениями Это конечно Просто чудо какое-то Что можно По году прогуглить Подождать Мам Ну что Выходим? Да нет Давай еще один кусок пиццы И дождик кончится И пойдем кататься Тогда Трудно быть богом Да? По гугле Спасибо за ощущения За впечатления Никита Ты к нам еще присоединишься Ладно? Да Мы будем тебя ждать В утренних звездочках Никит В каком городе? Вот Катюша спрашивает Просто так как Никит У нас частый гость Мы даже уже не представляем А его Столица России Никита выходил К нам на связь уже Из Мышкина Из Питера Он вводит экскурсии По Чайковскому И музеон Рассказывает Такие прекрасные Музеи музыки У него прям Свои такие программы Никита Демидов Можно найти на фейсбуке Посмотрите пожалуйста Вот Действительно Очень интересное общение Тебя найдут Вероника Маша и Наташа Дмитриевы И София Макс Беловы Так что можешь принимать Запросы Друзья Договорились Никит? Угу А теперь послушай песенку Которую ребята Сами записали Мне кажется Что она тебе тоже Очень понравится Вон слышишь Они на сцене На фестивале Синий троллейбус Пели эту песню И это было очень здорово Мы сейчас посмотрим Как это было на самом деле Прямо наяву А мы с тобой услышимся Через неделю Договорились Никит? Да Спасибо Все Всем большой привет Мы были очень рады тебя слышать До свидания Пока Чтобы с тобой Просадила Будет ты Как у крокодилов Спасибо До счастья В метро кто-то дернулся Кланты Мобильник Пропал кошелек Документы Мобильник Ты не парься В участии Мудрец Написал В этворе На заборе Не переживай С Россией Не переживай Не парься Участлив Вот такая интерпретация Don't worry Be happy Мне кажется Что это Было бы очень здорово Если бы Человек Который это написал И создал Бобби Макферин Это услышал Тоже было бы здорово О Язык оригинала пошел Это явно Макс Белух Нет? Ой Понятно София Так что не будем волноваться Будем счастливы И уходим на вкусную рубрику Звездочки на вкусняшке Звездочки на вкусняшке Аурелья Стейсин У нас в рубрике Звездочки на вкусняшке Представляют свои Эксклюзивные рецепты Они ценны еще и тем Что их может сделать Человек 13-12-11-10 лет Желательно вместе с родителями Поэтому Все наши нынешние гости И Вероника, и Маша, и Наташа Дмитриева И София, и Макс Белова Внимательно слушают И конечно же Будут на себя примерять Смогут они сделать это сами или нет Потому что Аурельке-то по детству помогала Мама президента Нью-Йоркского клуба Маленьких поварят Которая вот Всякие рецепты с детьми И творила И Аурелька продолжает ее дело Рассказывай Этот рецепт очень сезонный Сейчас все едут собирать яблоки И там же продаются тыквы разные И я в принципе Мы ехали Мы каждый год едем И собираем много тыкв и яблоки Но так как это Скоро будет праздник Теннис Гивини Очень популярный цепь Тыквенный пай И сделать его очень-очень легко Я знаю, что Моя сестра Все ее друзья Очень любят И я сделала На один из ее друзей На день рождения И Ему так было приятно Так что я знаю, что Это для всех очень Это радует всех Так я это делаю Каждый год Для этого надо будет Печенье И полочку масла Для Ну Как бы Вокруг Чтобы Вместо использовать тесто Мы используем печенье И Мы Берем масло Мы можем ее не оставлять Мы ее будем все равно топить Можно в микроволновке Или можно на огне Но все равно Надо быть очень аккуратно Мы берем печенье Размалываем их Если нету процессора Можно прямо взять Молоток такой Я использую Молоток для мяса Который Конечно И Крашу печенье Да И это Конечно Я не делаю это на столе У нас уже было такое Что я стол сломала Хорошая девочка Да Я не на доске ломала Я прям Аурель Стейс Запомните это имя Это было Когда я была Очень маленькая Так что Случайно сделала так Но Аккуратно надо побить На доске Уже научилась К этому И На мелкие-мелкие крышки Чтобы большие Там кусочков не было Берем Поливаем Сверху у нас Наше масло Которое мы уже растопили Чтобы получилось Не липкое Но Чтобы тесто У нас слипалось Вместе Берем круглую формочку И насыпаем туда И берем Кулак наш И По Кончикам Мы Берем кулаком И нажимаем Чтобы было ровненько Все И по низу И чуть-чуть Поднимаем Сверху по краям Потом мы берем Или фольгу Или бумагу Я люблю фольгу Потому что она достает До всех краев И Насыпаем туда Что-то тяжелое Чтобы у нас было Низ Все Очень Ровненько Я туда Насыпала Один раз Фасоль Ну Конечно Не готовая Но Сухую Я насыпала И пока у меня Там в духовке Стоит То я делаю Внутри Я беру Тыкву Которую Я Собирала На ферме Нарезаю ее На кусочке Конечно Чищу потом И кладу в духовку На 375 градусов Что она стала мягкая У всех по-разному Потому что у некоторых Работает Духовка по-разному Так что Пока она станет мягкая Просто держите ее в духовке Потом мы берем Банку сгущенки Два яйца И я знаю Что некоторые Любят корицу Мой папа Не любит Но все очень У меня любят Корицу Потом мы берем Нашу формочку Достаем ее из духовки Вытаскиваем Конечно Нашу фасоль И фольгу Наливаем туда Нашу смесь И кладем опять В духовку На 350 градусов И готовим ее Примерно 35-40 минут Или пока Палочка выйдет чистая И когда мы вставляем ее Посередине И даем ее полностью остыть И я знаю Что я делаю Я взбиваю Сливки И это сверху подается Или с мороженым Или со сливками Очень вкусно получается Очень праздничный рецепт И очень красивый Ага Так вот почему Ты сказала Что оно должно быть остывшим Потому что Если и это сливки Сверху А оно горячее То конечно же Оно сразу же Да Но с мороженым Тоже очень вкусно Яблочные пироги С мороженым Всегда такие вкусные А это еще и вот такие Вкуснючие Здорово Девчонки У вас есть какие-то вопросы К аварельке Потому что Мне кажется Рецепт прям Замечательный Корица Вы все любите корицу? Да И какие-то Немножко подспайсенные Да пироги С тыквой Особо приятно У меня есть вопрос Конечно Макс давай Где можно найти рецепты? Можно найти На страничке Фейсбука Роса радио Или на страничке Лытушевск Клаб Мама Мама ставит А еще есть страничка Утренние звездочки Туда тоже можно зайти Тоже увидеть И нас всех И Аурельку Конечно тоже Мне кажется Это прям здорово Когда туда заходишь А там все написано Как готовить и что А можно тебе вопросы Задавать на фейсбуке Аурелька Можно Вот если например Какие-то ребята Хотят сделать сюрприз Родителям И хотят Чтобы они не знали Они тебе пишут А ты отвечаешь Не-не-не Вот это только с родителями Потому что это горячо Не-не-не А вот это вот Пускай они вам Духовку включат Или что-то такое Или приезжай ко мне Вместе сделаем Подаришь Это тоже можно сделать Хорошо договорились А зефирки От Аурельки У тебя еще есть Страничка на фейсбуке Туда тоже надо зайти Потому что Аурелька Делает домашние зефиры И шоколадные И черносмородные И какие-то еще Самые немыслимые И невероятные Хорошо Итак Смотрим Какие у нас ответы Ой-ой-ой Сейчас Минуточку Какие ответы Ну это те Которые я уже читала Не буду проверять Нет Ответы Неправильные Вспомним Ученые думают Что Луна Это Мини-планета Заблудившийся астероид Выплюснувшаяся Магма земли Или Отколовшаяся гора За правильный ответ Мешок конфет 347-460-0877 Все было по-честному А номер телефона Был произнесен Итак, ребята Ваш выход Потому что Те, кто Отвечали нам Отвечали Ну не так Как я себе предполагаю Ваши версии Это Выплющенныйся Кусок Магмы Я думаю Что это Потерянный Астероид Заблудившийся Астероид Я тоже так думаю Ты думаешь Что это Заблудившийся Астероид А я думаю Что это Гора А София Думаешь Что это Отколовшаяся гора А что у нас Думает Маша Маша Дмитриева Я тоже думаю Что это Гора Отколовшаяся гора Серьезно Ну что Попробуем родителей Протестировать Родители Да Давай Прямо у нас Минута Ну я буду согласен Со своим сыном Да Сын Отлично Это Макс Предположил Что это Выплюснувшаяся Магма Мини планета Мини планета Хорошо Это был первый ответ Ну и Катя Дмитриева Я подержу близнецов Ага Все таки Это заблудившийся астероид Папу спрашивать не будем Ребята Проверить ответ Нужно будет На KitReed Это пятничный кит Новости для всей семьи Действительно Очень-очень здорово Я совершенно точно Могу сказать Что это Ученые предполагают Что 4,5 миллиарда лет назад Наша планета Столкнулась С огромным Космическим телом Земле тогда было Всего 50 миллионов лет И ее поверхность Представляла собой Океан Жидкой магмы О столкновении С огромным Твердым телом Магма Выплеснулась На орбиту И спустя время Из нее Сформировалась Луна Поздравляем Макс Белов Мешок конфет Но он очень добрый Человек Поэтому Я совершенно точно знаю Что мешок конфет Разделят На всех Заканчиваем Сегодня будем Очень интересно Я вообще-то Я что-то об этом уже знал Я Я об этом не учил Но Я читал Ну Макс Ну это же Еще лучше Понимаешь Да Ты же даже говоришь Источник Указываешь Да Он такой Честное слово Да-да-да Честное слово Это не я Не я придумала Я прочитала об этом Честное слово Но достаточно того Что Ту музыку Те песни Которые ты пишешь Это ты Ты же не из энциклопедии Их берешь Нет Знаешь Говорят Что жизнью всего 7 нот Как же так получается Что так много Потрясающей музыки Разной Ты один из тех Миллионы людей Читают книги И слушают музыку Десятки тысяч людей Ну Наверное Эту музыку Экранизируют Да Исполняют И только Тысячи людей Пишут эту музыку И пишут книги Ты один из них А Макс Белов Вот у нас сегодня в гостях София Белова И родители прекрасные Их не представляю Потому что они к нам придут все вместе Уважаемая семья Беловых Мы вас ждем И Вероника, Маша, Наташа, Дмитриева Здесь у нас сегодня тоже И Катя Дмитриева Так что очень-очень радостно было Вас здесь всех видеть Это утренние звездочки И мы вас тоже очень будем ждать Потому что хочется пообщаться с каждым Очень рады Что со всеми удалось сегодня увидеться Аурели Стейсен С ее прекрасным рецептом Замечательного тыквенного пирога Обращайтесь, пожалуйста, за уточнениями рецептов На страничку утренней звездочки Эйля Ройса и Радио А мы продолжаем наше утро И встречаем музыкантов Счастливо, ребята!